В то время, как в офисе определённо было много замечательных сюжетной линии, были также некоторые сюжетные линии, которые, по мнению фанатов, определённо повредили шоу. И сейчас я вам назову 5 лучших и 5 худших из них. У Джима и Пэм не всегда всё было гладко в отношениях, но в последние два сезона они внесли своими проблемами много драмы в сюжетную линию. Но хуже всего было то, что Кэти изо всех сил пыталась закадрить Джима. Это смотрелось крайне вынужденно, и было не очень приятно наблюдать нового персонажа, который появился в сюжетной линии сериала исключительно для того, чтобы соблазнить Джима. В основном, фанаты эту сюжетную линию находили просто раздражающей. Отношения Майкла и Джейн были абсолютно дикими и токсичными. Эти двое не были счастливы вместе, но их ужасные отношения сделали некоторые сцены самыми незабываемыми и весёлыми в сериале. Поклонники никогда не забудут эпизод со званым ужином. Это была идеальная сюжетная линия для Майкла в то время. И неприятный опыт с Джейн проложил Майклу путь для самых лучших в его отношении в будущем. Энди начинал в шоу как забавный, но нелепый побочный персонаж. И попытка сделать его более значимым героем на самом деле не сработала. Возможно, персонаж был недостаточно симпатичным или забавным, чтобы действительно тащить на своих плечах сериал. Так что, когда он стал менеджером, сериал действительно пострадал. Затем Энди отправился в свою отчаянную парусную экспедицию и даже какое-то время не появлялся в шоу. Но при этом он продолжал становиться всё более и более придурочным для Эрин и для всех остальных. Роман Джима и Пэм был для нас всех чем-то тёплым и близким. Первые несколько сезонов они были сердцем сериала. В то время как другие персонажи, такие как чудики Майкл и Дуайт, для нас в основном были весёлыми, смешными и местами вредными. Также они частенько вгоняли нас в краску своими выгрутасами. То Джим и Пэм для многих были персонажами, которые можно было просто любить и болеть за них. В то время как некоторые отношения в сериале создавали отличные сюжетные линии, другие же отношения делали всё, чтобы сделать шоу хуже. В офисе, казалось, никогда не знали, что делать с Эрин, как с персонажем. Они постоянно заставляли её встречаться с разными мужчинами, я бы даже сказал с придурками. Однако ни одно из этих отношений не принесло хорошего зрелища. Самым неприятным в целом было то, что Эрин во второй раз завязала отношения с Энди, которые никогда по-настоящему и не имели смысла. Безусловно, все зрители хотели, чтобы Джим и Пэм были вместе. И для этого сюжет был умно продуман. Так, чтобы позволить Пэм некоторое время побыть одинокой. Между разрывом её помолвки с Роем и свиданием с Джимом, она действительно прошла через большое развитие характера и обрела уверенность и любовь к себе. А её прогулка по углям стала решающим событием, которое дало ей понять, что не всё зависит от решения Джима, что она может сама сделать первый шаг и стать источником своего возможного счастья. Хочешь сегодня поужинать? Да. Отлично. Считай, что это свидание. Когда Стив Карл покинул сериал, это означало, что Майкла нужно было списать счетов. Некоторые фанаты считают, что шоу должно было просто закончиться на этом. Тем не менее, на конец седьмого сезона и начало восьмого развязалась настоящая борьба за место нового менеджера. Но только никто из этих претендентов Майклу и в подмётке не годился. Ну разве что Дуайт, красавчик. Йоп, ёп, ёп, ёп. У Дуайт и Анжела определённо не было таких милых отношений, как у Джима и Пэм. Но их любовные интриги также были большой частью сериала. Хотя фанаты не всегда болели за них, поскольку они совершали некоторые ужасные вещи по отношению друг к другу. В конце концов, они всё равно были странным образом вместе. Очевидно, они оба были не лучшими людьми, когда заводили роман, пока Анжела была с Энди. Но это была действительно хорошая сюжетная линия, которая показала как бы ихнюю лицемерность. А также временами это было действительно смешно. По мнению фанатов, одной из самых худших сюжетной линий в шоу были и те, которые выглядели почти как спин-оффа Дуайте. В девятом сезоне эпизод Ферма мог бы вылиться в дополнительную параллельную сюжетную линию, но хорошо, что она так и не получила развитие. И легко понять почему. Навязчивое представление братьев и сестёр Дуайта ни с того ни с чего было просто странным. И ничего интересного в этом не было. Дуайт лучше всего работал как персонаж в контексте Дандер Мифлин. И эти новые персонажи совсем не то, что хотели бы видеть фанаты. Нам вполне хватало и одного Моза. В то время как отношения Майкла и Джейн были хорошей сюжетной линией для шоу, именно потому что это было так ужасно и весело, Майкл и Холли в конечном итоге вместе были хорошей сюжетной линией, потому что это было очень трогательно, и мы все были рады за Майкла. В то время как уход Стива Карла действительно повредил сериалу, его персонаж ушёл на высокой ноте. Для Майкла было большим ростом характера, когда он захотел покинуть Дандер Мифлин и наконец-то обрести семейную жизнь, о которой он так всегда мечтал. И в тот момент он смог увидеть в своих сотрудниках настоящих друзей и отправиться в новое жизненное приключение с тем, кто был ему по-настоящему нужен. А вы разделяете эти мнения фанатов? Что вы думаете об этом? Пишите в комментариях. И спасибо за просмотр!